Привет, ты на канале JoyCenters, меня зовут Олег Легаси, и сегодня ты создашь эффект щитов из нового фильма Дюна. А помогут тебе в этом Unreal-ные материалы, блупринты и секвенсор. Первым делом найди модельку. Я скачал её из Миксама, сразу с анимацией. Импортируй скачанный fbx в Unreal. Тут главное проверить, чтобы стояли галки Skeletal Mesh, Import Mesh и Animation. Для начала создай новый материал и назови его как-нибудь, ну например, Translucent. Дальше, открой материал и смени Blending Mode на Translucent, а Shading Model на Unlead. Теперь нажми кнопку V, это создаст вектор параметра, который будет отвечать за цвет. Нажми на кнопку S и появится скаляр параметра, он будет отвечать за силу свечения, и перемножь их через ноду Multiply. Для настройки маски прозрачности создай ноду Freenail, и перемножь её на саму себя через ноду Power. После соедини с пином Opacity самого материала. Для контроля маски создай скаляр параметра и соедини его с нодой Power. Основные настройки материала готовы. Теперь вытащи персонажа на сцену и назначи ему Instance материала, который мы создали. Внутри Instance покрути настройки материала как тебе нравится. Приступим к самому эффекту. Создай актер Blueprint и закинь в него своего персонажа. Нажми в компонентах на объект Self и пролистай Details до вкладки Input. Внутри найди AutoReceive Input и смени на Player 0. Это нужно для того, чтобы можно было управлять нашим блупринтом во время игры. Теперь создай новую функцию. Назови её MasterPose. Потяни за белую стрелку и создай ноду Set MasterPose Компонент. И соедини Skeletal Mesh, у меня он Backjump Solder, с пином New MasterBone Компонент. В ноде MasterPose создай новый Input, назови его Skeletal Mesh. Выбери для него тип Skeletal Mesh Компонент и подключи к таргет пину в ноде New MasterPone Компонент. Следующим этапом будет создание макроса. Назови его клон. Этот макрос будет создавать клонов. Создай ноду ADD Skeletal Mesh Компонент. Соедини эту ноду с Input. Из Return Value достань Destroy Компонент. Он будет уничтожать клон. После, из этого же пина Return Value, достань Set Relative Location. Он будет менять позицию клона. Из выходов нод Set Relative Location и Destroy Компонент создай новые Inputы. Переименуй их, желательно их назвать как у меня. Create, Upgrade и Kill. Проверь, что они соединены как у меня. Теперь в стартовую ноду добавь новый Input. Назови его Position и задай тип Float. К ADD Skeletal Mesh Компонент присоедини функцию MasterPos. Теперь соедини MasterPos с Set Relative Location и Destroy Компонент к ноде Output. Переименуй Outputы в CreateOut, UpgradeOut и KillOut. Проверь, что они соединены так же как у меня. Вытащи свой Skeletal Mesh в макрос и выведи из него Get Relative Transform. Оранжевый пин соедини с оранжевой точкой на ноде ADD Skeletal Mesh Компонент. И из Get Relative Transform выведи Break Transform. Из пина Location выведи два сложения кнопкой плюс. Создай две ноды MakeVector и соедини их с нодами сложения. Соедини пин Position с пином X в одной из нод MakeVector. Теперь создай Random Float in Range и соедини с другим MakeVector. Пин Max соедини с нодой Multiply и второе значение выстави на минус 1. И Position из инпута соедини с Multiply и Random Float in Range. Теперь нажимай Complete Save и переходи во вкладку Event Graph. Внутри Event Graphа создай новую ноду NAM1. Благодаря этой кнопке ты будешь управлять нашей анимацией. Из NAM1 создай ноду Sequence, она будет распараллеливать код. Из ZEN 0 выведи Play Animation и соедини со Skeletal Mesh. Из ZEN 1 выведи ноду Timeline и кликни по ней два раза. Ограничь длину таймлайна до 1,25 секунд. И создай Float Rec кнопкой со значением F+. Теперь создай кривую со значениями от 0 до 1. По ней будет изменяться позиция наших клонов. Нажав на кнопку 1, можно прямые точки перевести в безе. Переименуй кривую в Transform. Затем создай Event Track, кнопка со значком восклицательного знака и назови ее Kill. Создай точку в самом конце шкалы времени. Возвращайся в Event Graph и соедини ZEN 1 с Play From Start, чтобы при нажатии NAM1 наш таймлайн начинал работать сначала, а не с середины или конца. Теперь достань макрос клон, который мы создали. Подключи Play Animation Create, upgrade таймлайна к апгрейд клона и kill таймлайна к киллу клон. Умножь ноду Transform на 10 и соединяй с Position. Это будет смещать наш клон на 10 сантиметров. Затем нажми на ноду Anime Play и выбери анимацию для персонажа. Теперь давай проверим, что получается. Комплить Blueprint и сохраняй. Скрывай окно, удаляй старый меш и вытаскивай на сцену Blueprint. Для удобства выстави свет, как тебе удобно, и жми Play. При нажатии NUM1 у нас срабатывает анимация, но нет клонов. Возвращайся в Blueprint, открывай макрос клон и кликай на ноду ADD Skeletal Mesh Component. Видно, что в окне Details на вкладке Skeletal Mesh у нас пусто. Ставь туда тот же Skeletal Mesh, что использовался как основной, а во вкладке с материалом выставь тот, который ты создал в начале урока. Для того, чтобы не ломать проект и не спавнить миллиарды клонов, создадим новую переменную и назовем ее Bool, с типом Boolean. Перетащи Bool в Event Graph и нажми Get Bool. Затем из импута NUM1 выведи ноду Branch и соедини с Bool. Эта комбинация нод позволит нам запускать нашу логику или не запускать, в зависимости от значения Bool. Если у Bool-Bool будет галочка, то логика будет работать, если нет, то нет. Закомплить Blueprint и поставь к Bool галочку. Достань свою Bool в Event Graph и выбери Set Bool. Это в течение нашей логики будет изменять твое булевое значение. Копируй эту ноду и соединяй с выходом Kill Out и проверь, чтобы в ноде напротив Bool стояла галка. Комплить, сохраняй и скрывай Blueprint. Проверь, что получается. Нажми значок Play и нажми NUM1. Теперь у тебя работает и анимация, и создается клон. Отлично. Но в конце клон на долю секунды встает на место нашего основного тела и исчезает. После вылетают ошибки. Они связаны с тем, что исполняется логика перемещения клона. Но самого клона уже нет. Исправим все это. У таймлайна из ноды Kill выведи ноду Delay. Это позволит клону прожить чуть дольше и вся логика с трансформами успеет выполниться. Теперь pin transform умножай на 5 и соедини с пином, который сейчас создадим. Открой макрос клона и к set Relative Location подключи ноду Set Scalar Parameter Value on Material. В ноде Input добавь новое значение. Назови его Color и присвои ему тип Float. Открой материал, который ты создал, и копируй название Scalar Parameter, который отвечает за силу свечения. У меня это Emission Power. Вернись в Blueprint и у ноды Set Scalar Parameter Value on Material в пункте Parameter Name. Веди Scalar Parameter, который ты скопировал. После соедини таргет с Return Value ноды ADD Skeletal Mesh Component. Комплить, переходи в EvenGraph и ноды умножения трансформы на 5 соедини с Color пином нашего клона. Комплить, сохраняй и давай посмотрим на результат. Все работает замечательно. Теперь увеличим количество клонов до 4. Возвращаемся в Blueprint, копируем макрос клон и умножение трансформы. Мультиплаем, выставь различные значения. Для первого 10 и 5, для второго минус 10 и 5. Для третьего 5 и 5, для четвертого минус 5 и 5. Соедини ноды клонов, подключая Create Out, Create, Upgrade Out, Capgrade и Kill Out, Kill. В конце не забудь соединить Kill Out с SetBull. Комплить, сохраняй и проверяй. Теперь этот эффект можно использовать в играх. Если хочешь, вернись в Blueprint и поднастрой положение и свечение клонов, так как тебе больше нравится. Доработаем эффект до состояния, как было в фильме. В фильме щит реагировал на те места, на которые приходился удар. Для этого открой материал Translucent, который мы создавали в начале, и создай ноду Sphere Mask. Перемножь ее с Power. Создай ноду World Position и соедини с пином A у Sphere Mask. После открой контент браузер и создай объект Material Parameter Collection. Он находится в пункте Materials и Textures. Назови этот объект как-нибудь и перенеси в материал. Затем кликни по нему два раза. Добавь новый вектор параметр и назови его Location. Из созданной ноды выведи компонент Mask и проверь, что бы стояли галки на R, G и B. Соедини Mask с пином B, Sphere Mask. Создай два скляр-параметра и подключи их к Radius и Hardness. У ноды Material Parameter Collection выбери параметр Name. Тыкни на Location. Мультиплай повара и сфер маски соедини с Opacity. Эта пристройка будет создавать в материале сферическую маску заданного радиуса и заданной нами позиции в мировых координатах. Теперь, чтобы управлять позицией новой маски, создай новый блупринт. Назови его и открой. Добавь в компонентах блупринта сферу и выстави ESCAL01. Открой EvenGraph и вытащи в него сферу. Кивинтику подключи SetVectorParameterValley. В графе Collection выбери коллекцию, которую мы создали, и параметр Location. Из ноды сферы получи ноду GetWorldLocation и ReturnValue подключи к параметру Value. Эта логика будет брать центр нашей сферы в мировых координатах и отправлять его на маску, созданную в нашем материале. Complete, Save и закрой блупринт. Вытащи блупринт, с которым мы работали на сцену. Установи его недалеко от персонажа и нажимай Play. Проверь, как работает маска. Все работает отлично. Теперь пора создать синематик. Открой Content Browser и создай Level Sequence, который находится во вкладке Animation. Открой его и помести вовнутрь наши блупринты. Для блупринта с персонажем нажми на Plus Track Event Trigger и создай триггер на таймлайне, нажав на плюс в кружочке. Для блупринта, в котором мы управляем маской, нажми на Plus Track, Attach и выбери блупринт с персонажем. Назначь кость, которой ты хочешь приаттачить маску. Также для этого блупринта нажми на Plus Track Transform и выставь Location вновь по всем координатам. Теперь тыкни два раза по триггеру, который создан на таймлайне у блупринта с персонажем. Откроется Blueprint Editor. Зайди в блупринт с персонажем и создай новый кастом ивент. Переименуй его как-нибудь и скопируй название. Подключи этот ивент к ноде Brunch. Complete Save. Возвращайся в Sequence Director и к ивент 0 подключи кастом ивент, название которого ты скопировал из блупринта героя. После соедини синие пины. Complete Save и закрой Blueprint Editor. Давай проверим, что получилось. Нажми Play Simulate. Шаркат Alt-Test. И нажми Play в секвенсоре. Все отлично работает, но мне не нравится радиус маски. Открываю материал Instance нашего светящегося материала и изменяю его радиус по своему вкусу. Сохраняй, зажмой Simulate и Play в секвенсоре. Все готово. Ты крут или крута? Сегодня тобой были проработаны материалы, блупринты и секвенсор в Unreal, чтобы получить эффект счета из Dune. Если тебе понравилось копаться во всех этих нотах, ставь лайк, подписывайся на канал, подписывайся на наш телеграм-чат и задавай мне там вопросы. Делись своей вариацией счета и до новых встреч. Всем классных проектов! Субтитры сделал DimaTorzok